Всем привет! На западе страны до сих пор ликвидируют паводки. Резкое повышение температуры, таяние снега, отсутствие рычной системы. Такие причины массовых подтоплений приводят чиновники. Благо, в этот раз обошлось без человеческих жертв. Но масштабы финансовых потерь могут исчисляться миллиардами. Люди потеряли скот, дома еще предстоит ремонтировать, оценивать материальный ущерб. И при этом ситуация у чиновников на контроле. На каком, хочется спросить, контроле была ситуация до паводков? Почему весна для огромной армии акиматовских работников всегда наступает неожиданно? Сколько выделяют денег на вывоз снега, прочистку рычной системы, укрепление берегов рек? Чиновники отчитываются о проделанной работе, а потом, когда под водой оказываются целые поселки и города, находятся какие-то причины и оправдания. Талая вода, которая пришла, это достаточно было местному сельскому округу и Акиму району предусмотреть обвалование. Населенного пункта, который делается заблаговременно. Организовать соответствующий вывоз снега с территории населенного пункта, что во многих не было сделано. Вот вам результаты на сегодняшний день такой ситуации. Вроде бы все просто. Вывести снег, укрепить реки и населенные пункты. Причем топят ведь из года в год те же самые районы. Акиму, он да сыну Розалин и Галиис Калиев вроде бы тоже не первый год работают. Но, видимо, не до конца поняли, как же нужно готовиться к подтоплениям. Ничего не понимаю. Кстати, Искалиев уже подвергался публичной порке от премьер-министра за плохой мониторинг цен на продукты. Адреса магазинов с завышенной стоимостью сахара Алихану Смаилову пришлось диктовать Акиму Зыко по конференц-связи. Возьмите на контроль, Валерий Нажмеденович. Вы тут плачете, что вам никто не помогает, а сами ничего не делаете. У вас в регионе некоторых, ну тот же сахар если взять, в некоторых магазинах цена нормальная, скажем, 349 тенге на килограмм. Вот у вас минимальная, это супермаркет Алтендар. Максимально вот гипермаркет Дина 424 тенге, на 20% дороже. То есть я к тому говорю, что покупают они сахар в одном и том же месте, но в отдельных торговых точках завышают цены. Вы эту торговую маржу, 15% на которой законно установлено, не мониторите, не контролируйте. Жители западных регионов уже давно пишут петиции об отставке своих Акимов. Скорее всего вопрос отставки нерадивых Акимов дело времени, а возможно свою роль играет и кадровый голод. Одно можно сказать точно, провожать с почестями и со слезами на глазах, как Бердебека Сапарбаева, на западе чиновников не будут.